15 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Инициатива по возвращению украинских детей стала одной из главных тем. А 20 ноября, во Всемирный день ребенка, в Торонто пройдет конференция «Объединенные ради правосудия». Представители международных организаций, дипломаты, юристы и ведущие эксперты приедут в Торонто, чтобы обсудить механизм привлечения России к ответственности за военные преступления против украинских детей. На этой конференции не только будут говорить о проблемах, не только будут обсуждать какие-то решения, но также, к примеру, перейдут к конкретным шагам. Это перепрофилирование активов Российской Федерации на потребности реабилитации и реинтеграции украинских детей. Это также роль Канады и роль иных стран мира, потому что в конференции возьмут участие, как минимум, до 50 государств. Возвращение домой всех пленных и незаконно депортированных украинцев – четвертый пункт формулы мира президента Зеленского. По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубенца, этот пункт поддерживает наибольшее количество стран. Украина тесно сотрудничает с Международным уголовным судом в Гааге, чтобы добиться привлечения к ответственности организаторов массовой депортации украинских детей, а только верифицированных жертв похищения – более 19,5 тысяч. Это дети от одного года до 18 лет. Большинство из них из Донецкой области – 13 600 детей, а также из Херсонской – 1600, Запорожской – 1300 и Луганской – 1100 детей. Однако есть дети из Харьковской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Киевской областей. Андрей Костин, Генеральный прокурор Украины, в эфире марафона «Едыни новыны». С начала полномасштабного вторжения России в Украину Киеву удалось вернуть из Федерации 386 маленьких украинцев. Ведется работа и по возвращению детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины. 11 ноября 2023-го домой вернули шестерых детей, сообщил глава Херсонской областной военной администрации. А за день до этого офис омбудсмена Украины помог женщине вернуть домой из временно оккупированного России Крыма двух внуков. После ряда принятых мер и представленных нами рекомендаций по пересечению границы, бабушке удалось уехать со своими несовершеннолетними внуками. И наша поддержка и помощь в этой операции по возвращению имеет хороший результат. Женщина с внуками в Украине. В безопасности. Сейчас они предоставили информацию специалистам Центра по защите прав ребенка, а дети получили полезные гаджеты для обучения. Дмитрий Лубенец. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в Телеграм. Кроме того, удалось добиться договоренности с Москвой о возвращении незаконно депортированного из оккупированного России Мариуполя 17-летнего украинца Богдана Ермохина. Недавно после нескольких попыток сбежать из Федерации в Украину парню выдали повестку в российский военкомат. Данила Кобза для телеканала Freedom.